Привет-привет! Сегодня я бы хотела вам рассказать про свои ароматы. Это видео я разделю на две части. В первой части я буду говорить о своих стареньких ароматах. Во второй части буду говорить о своих новинках. Старенькие я подразумеваю те ароматы, которыми я пользуюсь уже очень давно. И они мне очень нравятся. И они как бы одни из первых. Проверенные временем. Я думала, может быть, мне какие-то из них надоедят. В общем, они мне очень долгое время нравятся. И я не собираюсь их менять. Начнем с первого моего аромата. Это аромат Джорджио Армани. Сен-Си называется. Вы его видите наверх. Вот. Он без колпачка. Я потеряла колпачок. Поэтому... В общем, этот парфюм... Это... Да, это парфюм. Сейчас скажу вам. Просто туалетная вода, если написано, то они не такие стойкие, как если написано парфюм. Это у нас парфюм. Вот. Что хочу сказать про этот аромат. Он контрастный. Он одновременно и теплый, и прохладный. Я обожаю такие ароматы. То есть они их... И, как сказать, и свежие, и теплые одновременно. В нем присутствует жасмин. Ну, практически во всех моих ароматах присутствует жасмин. А также древесные нотки. Этот аромат, он... На летое... Если подойдет, то только на... На прохладные... На холодные вечера, если летом. Весной. Да, на холодную погоду. А так можно сказать, что он однозначный зимний аромат. Он очень теплый, очень женственный. Сладенький. В общем, короче, пахнет он, если вот так вот пробовать. Сладкий. А если, например, нанести его, то от вас такой будет загадочный шлейф. В общем, он мне очень-очень... Он очень нарядный. Он очень мне нравится. И нравился, и будет нравиться. Вот. Как я его нашла... Я всегда нахожу ароматы. Я никогда не смотрю рекламу по телевизору и не покупаю себе. Я не верю в это какие-то там... Потому что, если честно, я вам буду показывать новинки свои. А новинки, это не значит, что они новые, эти ароматы. А это значит, что они просто новые у меня появились. А может быть, они и появились 10 лет назад. Поэтому, как бы, может быть, для вас они не новые, но для меня это открытие. А эти старые ароматы я находила благодаря девушкам. Например, я когда-то училась в университете, ехала в маршрутке на сессию. И я почувствовала у девушки очень приятный аромат. Мне так этот аромат понравился, что я не выдержала. Я у нее спросила, какой у нее парфюм. Она мне ответила, что у нее Джорджи Армани Сенси. Следующий аромат, который у меня появился, старенький, хотя он называется новенький. В общем, это Versace New Woman. Новый. Это, по-моему, коробочка... Он золотистого цвета. Это очень свежий аромат. Он, знаете, он прям до такой степени свежий, что аж надоедает. Это такая вот свежесть. Это на поля мужской аква-диджио, который поголовно все брызгаются, наливаются мужчины. И от них вот этот запах ни с чем не перепутаешь. Вот это вот то же самое, только в женском варианте, только не аква-диджи, а Versace. Но мне он тоже как бы нравится, но очень редко я сейчас им пользуюсь под настроение. Это, не знаю, может быть, это настроение раз в три месяца появляется у меня. Поэтому... Но он очень хороший аромат. Здесь присутствует также жасмин, сирень. Я думаю, что сирень здесь точно есть. Он свежий и тоже теплый. Но он на лето подойдет. Кто, может быть, слышал Миколев парфюмы? Название Миколев, вот этот запах, по-моему, Ананда называется. На флаконах нет названия парфюма, потому что эти парфюмы изготавливаются исключительно... Постоянно разные бутылочки у них. Название они не пишут. А просто ты можешь выбрать бутылочку, которая тебе понравится, а не туда тебе налют этот парфюм. Это Миколев, дорогая марка. Дорогая она из-за чего? Потому что флаконы выполнены из богемского стекла. Потом вот сваровские камни они вставляют. Ну, такой дизайн якобы неповторимый. Поэтому так дорого. Ну, плюс еще очень стойкие парфюмы. Да, у них яркие, стойкие парфюмы. Этот один из них, по-моему, он называется Ананда, если я не ошибаюсь, потому что очень давно это было. Один из них это Шанель Шанс Фрэш. Что я хочу вообще сказать про Шанель? Раньше я думала, что Шанель это ароматы для женщин после 45 лет. Такие шикарные, дорогие, богатые, холеные женщины пользуются Шанелью, но не молоденькие девочки. Но когда вышел вот этот Шанель Шанс Фрэш, он меня просто сразил. Я вот честно вам скажу, я до такой степени в него влюбилась, что если у вас Шанель что-то, это шик, блеск, шарм, роскошь, красота, я не знаю. Это очень хороший парфюм. Он подходит для молоденьких девушек, для взрослых женщин, для кто тут присутствует. Ну точно здесь присутствуют цитрусовые фрукты в аромате. И что я вам еще хочу сказать насчет этого аромата? Он настолько шикарный, вот если вы его нанесете. Вот знаете, даже гадкий утенок с этим ароматом превратится в прекрасного белого лебедя. Он настолько украшает, дополняет. Это знаете, как дополнение к макияжу, дополнение к вашей одежде, к вашему образу. Это просто 50% успеха с этим парфюмом. Я вот даже не побоюсь об этом сказать. Он нравится практически всем мужчинам. Мне нравится тем, кто не любит яркие сильно ароматы. Это не то, чтобы яркие. Вообще, кто не любит ароматы мужчин. Есть такие мужчины. Если ты даже легким каким-нибудь нанесешь на себя какой-нибудь легкий парфюм, к нему встречаешься с этим мужчиной, а он тебе говорит, ты так надухарилась, ты так надушилась, ты так надушилась. Хотя там на тебе такой легкий парфюм, а вот они вот так думают, что ты так надушилась. Но это вот такие чувствительные мужчины. Для них не стоит наносить на такой вот аромат, если вы с такими мужчинами собираетесь встретиться. А так, его любят практически все мужчины. Так что, девочки, ну, если сказать честно, он мне уже надоел. Я им слишком долго пользовалась, слишком часто, слишком долго он мне надоел. Сейчас очень так же редко повторюсь, я его наношу на себя. И то меня немножко сейчас от него подташивает. Вот такая ботва. Следующий аромат. А к нему, да, вот у меня тоже есть такое маленькое дополнение. Это для волос. Hair Mist Parfum. Он облегченный такой. Дома вы этим, на улице, через 5 часов вы дополняете этим ароматом опять. Освежаете себе, можно так сказать. Вот, следующий аромат, про который я вам хочу рассказать и посоветовать. Terry Megler. Angel Alien. По-моему, Alien. Называется это парфюм. Очень стойкий, вечерний. Знаете, он даже подойдет вам во все времена года. Один флакон даже за себя говорит. Видите, какой флакон? Он как будто какой-то философский камень. Здесь даже выгравировано. 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 Название. Вот прямо, вот оно, такое шуршавое. Вот, видите. Можно ногти попилить. Вот, называемый вот это Angel Alien. В общем, это обалденный аромат. Он, вот знаете, под что он подойдет? Если вы собрались в какое-нибудь очень хорошее место, например, какой-нибудь презентация, там, открытие, чего-либо, вы вся такая в вечернем платье, можете длинном, может быть, в коротком, вы такая вся накрашенная, хорошо, в дорогих украшениях, такая вся красивая, вы себя так любите, вы так себе нравитесь. И вот этот аромат вас сто процентов дополнит. Вот сто процентов. Он очень дорого сидит и очень, прям вот знаете, он магический. Вот я вам честно скажу. Вот этот аромат, вы когда его чувствуете на ком-то, вы просто вот, вот, я даже не знаю, как вам объяснить. Он настолько магический. Во-первых, он вроде бы яркий с одной стороны, с другой стороны он неуловим. Вот вы его ощущаете на ком-то, и бах, и он пропал, исчез. И вы как бы не успеваете им насытиться до такой степени, чтобы он вам надоел или чтобы вас от него потошнило, там, я не знаю. В общем, это очень яркий, вечерний, магический, тёплый. Знаете, он как будто норковая шуба, вот так у вас, или там шуба из шиншиллы. Вы как будто вот так вот одеваетесь в него, окутываетесь, и просто вы такая дорогая, холёная, красивая женщина. Его нужно совсем немножко наносить. Он очень стойкий, очень, очень, очень стойкий, очень яркий. Его прям буквально чуть-чуть, и то вот сюда на запястье, вот так, наверное, раз, пшик. Вот так вот, и вот так вот потом эти же руки вытереть об себя, вот так вот потереть. И вот, и хватит, потому что он очень яркий, и вам просто, вас может лично, ну, вас, вас может немножко начать тошнить от него, но не окружающих. Обалденный вот этот аромат Терри Меглер. Всем спасибо, пока-пока! Продолжение второй части.